МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы президента США, напомню, состоятся 5 ноября. Демократ Камала Харрис противостоит республиканцу Дональду Трампу. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события 20 января будущего года, новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16.00, Пенсильвания, Авеню. Начнем с перечисления новостей кампании за последние 7 дней, а потом обсудим их. Речью Харрис в прошлый четверг завершился съезд демократической партии, и теперь она официальный лидер демократов на нынешних выборах. Роберт Кеннеди-младший, пытавшийся сначала выдвигаться от демократов, а затем шедший на выборы как независимый кандидат, объявил о выходе из гонки и поддержал Трампа. Между компаниями Харрис и Трампа разгорелся спор о дебатах 10 сентября по вопросу, должны ли быть микрофоны кандидатов, открыты все время. Однако маловероятно, что этот спор приведет к отмене дебатов. И за 70 дней до выборов в ключевых колеблющихся штатах Харрис и Трамп по опросам очень близки в пределах статистической погрешности. Сводка новостей. Предлагаю начать с Роберта Кеннеди-младшего, который для меня как черт из табакерки выскочил, объявив о выходе из гонки. Я с удивлением обнаружила, что он вообще был, потому что хотя бы где он был на дебатах. И при этом, насколько я понимаю, в каких-то штатах он остается. Есть кандидат, который говорит... В бюллетенях он остается? Ну подождите, где он на дебатах был? Его не пригласили. Я отвечу на ваш вопрос, а потом Володя добавит. Я чуть-чуть вернусь назад. Кеннеди-младший представитель самой знаменитой демократической династии. Он племянник убитого президента Джона Кеннеди и сын убитого бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди. И они были знаменитыми... То есть это буквально самая знаменитая фамилия в демократическом стане. Роберт Кеннеди довольно странный, в принципе, персонаж. Он адвокат, защитник окружающей среды, но при этом он большой сторонник всяких конспирологических теорий. И, как еще теперь выясняется, он большой. У него есть какое-то странное пристрастие к мертвым животным. Но это оставим в стороне вообще эти анекдоты из его жизни. Он прославился во времена ковида, потому что он распространял всякие конспирологические теории. И, наконец, он решил идти на выборы. О том, как он решил идти на выборы, многое, мне кажется, говорит о его характере. Он, например, он собирался идти от демократической партии, как положено человеку такой фамилии. И он появился, насколько я помню, в роликах, в соцсетях. Он отжимался. Мол, вот какой он и какой Байден старенький. Надо сказать, что в этом смысле он был прав. Байден действительно был не молод. Он отжимался удачно. Но Кеннеди отжимался удачно. Но довольно быстро выяснилось, что в партии его не очень любят. И он скорее... Там были такие прикидки. Он скорее... Он приятен скорее республиканцам. Ну, понятно, вот особенно с ковид, всеми этими конспирологическими теориями вокруг ковида. И в результате он довольно быстро бросил попытки баллотироваться из демократической партии и пошел независимым кандидатом. В принципе, в истории США есть примеры довольно успешных независимых компаний, которые не то, что независимые кандидаты выигрывали выборы, но они оказывали существенное влияние на баланс сил между ключевыми кандидатами, отбирая голоса то у одного, то у другого кандидата. А независимые кандидаты должны собирать какие-то подписи за свое выдвижение? У них да. Они как бы в каждом штате, грубо говоря... Там в каждом штате свои правила, но в каждом штате они как-то должны набрать либо какое-то количество голосов, либо их должны поддержать партии, которые уже имеющие... Например, есть кандидаты от зеленой партии, просто они совсем мелкие. Ну, то есть есть кандидаты в президенты, скажем, от зеленой партии, есть кандидаты в президенты от либертарианцев. Они существуют, но они особенно влияния не оказывают. Но Кеннеди потенциально мог оказать. И вначале считалось, что он больше голосов отбирает у Байдена, но Трамп нервничал. Компания Трампа говорила, что нет, это специальный такой человек-демократ, его подсылают, чтобы отбирать у нас голоса. Ну, любопытно, как информационное поле строится вокруг только двух кандидатов. Ну, на самом деле, меня в какой-то момент поразило, потому что мы говорим тогда про третьего кандидата и какие-то очень маленькое число голосов, которые они набирают. Они не набирают выборщиков, но на выборах 92-го года был кандидат Перо. За него проголосовали 18, почти 19 процентов избирателей. И он при этом не получил ни одного выборщика. Ну, вы сейчас приводите в пример самый знаменитый случай баллотирования независимого кандидата в новейшей истории. Не получают выборщиков, потому что, как мы помним, в каждом штате победитель получает всё. Ну, так или как бы за двумя исключениями. И поэтому всё равно в итоге в каждом штате, конечно, выигрывает кандидат от крупнейшей партии. Володя, поправьте меня, если я что-то неправильно рассказываю. Ну, за исключением случая Тедди Рузвельта, ну, это особый случай. Он в своё время обиделся на то, что партия лишила его номинации. И организовал собственную партию, так называемую, прогрессивную. И пошёл на выборы как третий кандидат. И тогда он пришёл вторым. Он, значит, выиграл, обошёл кандидата своей республиканской партии, Уильяма Тафте, и пришёл вторым. Ну, это событие столетней давности. Но в дальнейшей истории это буквально достаточно редкая вещь, что независимый кандидат столь заметную роль играет. И надо сказать, что вначале Кеннеди играл заметно. Он по опросам был свыше 10%. Ну, там разные опросы по-разному давали. И это привлекало много внимания. Он мог, как я понимаю, украсть голоса, которые предназначались Байдену. Ну, вот в какой-то момент считалось, что да. Что он крадёт больше у Байдена. Но ситуация резко поменялась, когда Байден ушёл, Харрис вошла в гонку. Он потерял очень быстро. Он скатился. Его последние опросы, по последним опросам, там, 4-5%. Считалось, что за него голосует много молодёжи. Потому что, мол, такие старые... Как сказать, нехорошо говорить старые. Такие пожилые кандидаты. Степенные. Степенные кандидаты. И вот эти степенные кандидаты, они не очень хорошо с молодёжью. А он отжимался... Ну, то есть, тонусы... Рэп не читал, если должен показать, что ты молодёжь. Рэп я не помню, честно сказать. В результате, когда... Вообще считается, что чем ближе к гонке... Чем ближе к выборам, тем больше теряют эти независимые кандидаты. Потому что люди, вначале они так, а, ну, попробуй проголосовать за него. Но чем ближе к гонке, чем ближе к выборам, тем больше люди они. Не нужно всё-таки уточнить, сколько их независимых. Ну, их всего было 5, сейчас их 4. Я просто дорасскажу про Кеннеди и посмотрю, сколько у остальных сейчас. Не-не-не, мне просто количество было интересно вообще. Сколько ещё человек в этой комнате, о которых мы не говорим. Да, кстати, и он хотел попасть на дебаты с... На первые дебаты с Байденом и Трампом, он пытался попасть. Но телекомпании всё прекрасно понимают. Они устанавливают... Они не просто говорят, Кеннеди, мы тебя не берём. Они говорят, к нам придёт кандидат, который заручился поддержкой такого-то количества в таких-то штатах. И он не прошёл. А сейчас он уже осознал, что он отбирает почти... Ну, больше голосов у Трампа. И стало как бы очевидно, что он на самом деле скорее поддерживает Трампа. Он обижен на демократическую партию. Он придерживается многих принципов, которые ближе к трамповской партии. Мага, вот это сделаем Америку великой. То есть он по принципиальным позициям скорее ближе к ним. И когда это стало очевидно, он... Ну, я так понимаю, он чуть-чуть подумал. Подумал, вместе с компанией вышел, объявил о поддержке Трампа. При том, что Трамп перед этим сказал, что если Кеннеди выйдет, мы найдём ему, скорее всего, в моей администрации после выборов, когда я смогу победить, какую-нибудь роль в моей администрации. Видимо, это устроило Кеннеди. Он вышел, объявил о поддержке. Это всё выглядит как хитро устроенный подкуп. Господи. Ну, а как так? Что значит, что он договорился, что тот получит должность в администрации? Нет, ну, а это нормальная, мне кажется, политическая борьба. Но, Володя, как вы думаете, это подкуп? Ну, нет, это, конечно, с одной стороны, это, конечно, обычное дело. С другой стороны, немножко нехорошо пахнет. Например, когда, значит, Обама договорился с Клинтоном, что он её назначит госсекретарем, она за это снимется с выборов, ну, вот это называли, это говорили, что это, как это называется, corrupt bargain, да, нечестивая сделка по-русски. Коррумпированная. Ну, вот видите. Да-да-да, потому что она, у Хиллари была возможность тоже идти на съезд. Там никто не набирал более 50% голосов тогда, и ей можно было довести дело до съезда. Но она согласилась вот на эту сделку и на обещание, что через 8 лет она будет, она получит номинацию партийную. И так и произошло. Но ничего конкретного Трамп при этом так и не пообещал. Трамп не сказал, что... Он не пообещал. Значит, он, Кеннеди рассчитывает на какое-то назначение в новом кабинете Трампа, ну, что-то типа министра здравоохранения. Он, кстати, уже рассказал, что хочет сделать Америку здоровой снова. И что новая администрация Трампа как раз займется оздоровлением нации. Хотя до сих пор Трамп делал ровно противоположное. Вот в Нью-Йорк Таймс вышла большая статья, которая анализирует все достижения, в кавычках, администрации Трампа, которая, значит, одобрила более 100 продуктов, пищевых продуктов с пестицидами, которая отказалась, значит, ввести новые стандарты школьного питания, которые предусматривали больше овощей и фруктов в этих школьных, значит, ланчах. И Трамп буквально пустил козлов в огород, то есть назначил лоббистов, отраслевых лоббистов руководить теми самыми ведомствами, которые должны регулировать деятельность этих самых отраслей. То есть лоббист угольных компаний стал главой агентства по защите окружающей среды. В этом агентстве отдел защиты от химикатов получила представительница альянса химической промышленности и так далее. То есть он делал нечто ровно противоположное. Теперь почему-то, значит, вот Кеннеди обещает, что он займется оздоровлением нации. Кеннеди вместе с Тулси Габбард, да, еще одна переметная сумма, в свою переходную администрацию. Это, надо сказать, довольно важный орган, который подбирает кандидатов на должности в будущей администрации. Ну и, значит, обеспечивает гладкую передачу власти, гладкий переход власти. Ну вот, кроме Кеннеди и Тулси Габбард, там еще оба сына Трампа. Ну и вот пока что это единственное, что сделал Трамп для Кеннеди. И вообще, мне кажется, пока непонятно, приобретение ли это для Трампа или такой новый альбатрос на шее. Владимир, а пока Валентин искал рейтинги, а каково вообще влияние семьи Кеннеди сейчас в американском истеблишменте? Ну, семья Кеннеди до сих пор, конечно, пользуется определенным влиянием. Она вся дружно, ну, кроме непосредственных родственников самого Кеннеди-младшего, осудила своего родственника. Были и коллективные, и индивидуальные заявления на эту тему. Но семья, да, это, конечно, это остается такой торговый знак и символ. Ну да, они по-прежнему из семьи, существуют политики, которые по-прежнему... Существуют члены семьи, которые по-прежнему идут в политику. Ну, то есть это как... Что такое семья там в этом понимании? Как бы это... Из этой семьи многие люди отправляются в политику и идут их... Как бы им легче в каком-то смысле избираться, потому что фамилия узнаваемая. Но, как мы видим, это не всегда так. Отвечая на ваш вопрос. Помимо Харриса и Трампа и Кеннеди, о котором мы теперь, есть еще Джилл Стейн, у которой 0,9%. Джилл Стейн это кандидат от зеленых. Есть Оливер, не помню как его имени, у него 0,4%. Он кандидат от либертарианцев. Еще есть представитель Народной партии, человек по мнению Веста, у него 0,8%. То есть у всех меньше 1%. Ну да, но они не повлияют ни на что. Может повлиять Кеннеди... В 16-м году, если помните, Хиллари как раз обвиняла и Стейн, и кандидата либертарианцев, тогда, по-моему, это был Гэри Джонсон, в том, что они отобрали у нее вот эти, хоть маленькие, но такие важные проценты. Ну, это всегда, то есть это всегда где-то вот на грани. Про Кеннеди, как я сказал, что в самых колеблющихся штатах очень близки Харрис и Трамп. И вот там вот, если они совсем близки, вот эти доли процента, там речь идет, может быть, об одном полупроценте, они вдруг могут сыграть. Вот поэтому, когда Кеннеди говорил о том, что я ухожу из гонки и поддерживаю Трампа, он объявил, что он собирается... Вы понимаете, что технологически он уже всюду разослал свои заявки на том, что его внесли в бюллетени. Теперь он в этих штатах, в колеблющихся, он сказал, я там подам заявки, чтобы меня убрали из бюллетеней. Но не во всех, потому что где-то уже неважно, но там, в других местах, где они не окажут влияния, его участие в выборах, он не против. Но вот он попытался в колеблющихся штатах, наиболее ключевых, убрать свои фамилии из бюллетеней. В некоторых колеблющихся штатах, мы сказали, что поздно уже... То есть где-то он останется. Он останется, и это может быть как бы контр-контр-продуктивно. То есть он пытался убрать себя из бюллетеней, чтобы помочь Трампу, а их оставят, и он невольно может, окажется, поможет Харрис. Что касается Кеннеди, в своем первоначальном заявлении о прекращении своей кампании, он не сказал, что он выходит из гонки, он сказал, что он прекращает кампанию, и что он надеется, что его... он призвал голосовать там, где можно за него голосовать, и сказал, что он надеется, что вполне возможен вариант ничьей. Ну, поскольку четное число выборщиков, то они вполне могут разделиться пополам. Я, по крайней мере, ну, три, по крайней мере, как минимум, таких вариантов насчитал, вычислил. И вот тогда, как гласит Конституция, значит, президенты будут выбирать нижняя палата Конгресса из трех кандидатов, показавших лучшие результаты. И тогда он войдет в эту трубку. Ну, это, конечно, безумная идея, конечно, он все равно ничего не выиграет. Но, во всяком случае, такое его было объяснение, почему он это делает. Я хотел поговорить про дебаты, которые сейчас... Игорь Ноль, вы мне напомнили вопросом про то, участвовал ли Кеннеди в дебатах, ситуацию с нынешними дебатами. Сейчас Харрис и Трамп, у них запланированы дебаты на 10 сентября, и вокруг этого целая драма, потому что они теперь обсуждают, будет ли открыт микрофон. И, возвращаясь к тем дебатам, в которые Кеннеди не попал, между Байденом и Трампом, тогда Байден добился, чтобы микрофон закрывали, пока один человек говорит, другому закрыт микрофон. Это была инициатива Байдена, не Трампа? Нет, нет, это оригинально. Значит, история этого уходит еще в 2020 год. Когда были дебаты в 2020 году, на первых дебатах Трамп, который, в принципе, очень слабый дебатер, до нынешнего года Трамп проиграл все дебаты демократическим кандидатам. Он проиграл все Хиллари Клинтон, но он проиграл все Байдену. Он на первых дебатах с Байденом пытался быть очень боевитым и очень перебивал. Тогда были открыты. Стандартные микрофоны все открыты. Он перебивал, они ввязывались в какие-то... Это был хаос в эфире. Это было крайне негативно воспринято избирателями. И на следующие дебаты было решено, что им будут по очереди открывать микрофоны, как детям. Это резко улучшило ситуацию. И на самом деле это улучшило ситуацию для Трампа, потому что это его дисциплинировало. Трампа часто несет. И как только закрыли микрофон, ты собираешься с мыслями и готовишься к ответу. Сейчас, когда Байден в июне шел на выборы, на дебаты с Трампом, они договорились, что не будет аудитории, что будут выключаться эти микрофоны по очереди. Потому что для него, очевидно, он осознавал слабость свою в эфире. Он думал, что он дотянет это как-то, и, как выяснилось, не дотянул. Но думали они, что они смогут так вот победить Трампа, чтобы не нужно было буквально перекрикивать его. И что не будет никаких шпаргалов. Да, и это важно. Но это, кстати, это Байден, я не знаю, Володя, это же Байдену было сложнее от этого, мне кажется. Он должен был все держать в памяти. Выглядело так, что он иногда застывал и пытался... Нет, ну тогда гадали, что кому выгоднее, и какая сторона чего добивалась. Потому что в точности же неизвестны требования были сторон. Но, во всяком случае, сейчас стороны как бы поменялись местами в этом смысле. В результате, да, в результате сейчас Камула Харрис, она сказала, точнее, она согласилась на дебаты, которые как бы она унаследовала от Байдена. Байден и Трамп, они договорились о дебатах в конце июня, и вторые дебаты на ABC News 10 сентября. Когда Байден вышел, формально Харрис не обязана была ничего, но и вообще как-то вот мы не чувствуем, что Харрис очень хочет общаться с прессой. Ее Стокдома говорили, сегодня вот будет ее интервью CNN, и вот будут дебаты 10 сентября, и она не обещала каких-то новых дебатов. То есть ей Трамп предлагал, давайте больше устроим дебаты, в том числе на Fox News. Насколько я понимаю, Харрис тоже неизвестен, как сильный дебатер. Ну вот это ученые спорят, потому что этот вопрос, который я в разных местах по-разному вижу, потому что, с одной стороны, мы видели, что она может дебатировать, она бывший прокурор, она по идее умеет говорить, она умеет формулировать и выражать свои мысли. С другой стороны, мы видим, что... В 90-м году она очень даже Байдена... У них был острый момент такой, значит, с Байденом, когда она Байдена в расизме обвинила, да, и сказала, что вот я та самая маленькая девочка, которую вы запретили возить на автобусах, да, в школы. Когда-то она выкопала старую позицию Байдена по политике сегрегации, да. Но это правда. Вот, Володя, видите, приводит пример. В каких условиях это было? Ну, прямые, это были открытые прямые дебаты в демократических праймерисах. А в результате Байден тогда по итогам, как бы по итогам той кампании тех праймерис, пригласил её своим вице-президентом. Но там был жёсткий момент, о котором Володя говорит. И другой момент, который сейчас все вспоминают. Володя сказал, что Трамп пригласил в свою переходную вот эту команду, которая в случае, как бы, этого перехода, если он выиграет выбор, будет переход от старой администрации к новой, там будет Кеннеди-младший, и там будет Тулси Габбард. Это бывший демократический политик, которая вышла из партии в 2020 году, при этом она баллотировалась, тоже пыталась баллотироваться в президенты от демократов. Но потом она в 2020 году, 4 года назад. Потом она вышла из партии, и сейчас она перешла к Трампу, как бы, она поддержала Трампу. Более того, сейчас она по сообщениям помогает Трампу готовиться к дебатам с Харрис, выступая в качестве спарринг-партнёра в роли Харрис. Потому что она 24 года назад, она довольно жёстко, уже 5 лет назад, она очень жёстко беседовала с Харрис в дебатах. Харрис тогда тоже довольно... Она неплохо выступала, но, с другой стороны, вот мы не знаем. Потому что есть... Иногда показывают её видео, где кажется, что она теряет нить повествования. Я не знаю. Но иногда Трампа так несёт, что уже хочется... Вот мы поэтому это увидим 10 сентября, если вдруг это не развалится. Но суть в том, что сейчас команда Харрис, когда она согласилась на дебаты 10 сентября, она сказала, мы согласны на дебаты, но правила заново надо будет обсудить. И сейчас они сказали, хотим открытые микрофоны всё время. Хочу. Компания Харрис сказала, что она хочет в прямом, как бы в режиме реального времени противостоять потоку лжи, который, значит, несёт Трамп. Трамп сказал, что ему вообще... Компания Трампа сказала, что, слушайте, ребята, мы договорились обо всём, вы просто хотите... Вы боитесь дебатов, поэтому хотите что-то переиграть их. Трамп журналистам сказал, что, знаете, мне вообще всё равно, я, наверное, даже не против, был бы как бы с открытым микрофоном, потому что Харрис плохой дебатёр. Но, в принципе, мы договорились о правилах. Я думаю, что в конце концов они урегулируют, потому что обеим сторонам это важно. Харрис, очевидно, всё-таки на неё есть давление, чтобы она... Она должна разговаривать с журналистами, потому что ей нужно отвечать на вопросы, которые важны для центрийских вот этих колебящих избирателей. Она не может бесконечно выступать на митингов своих сторонников. Ей нужно апеллировать к каким-то людям за пределами её базы. Трампу тоже нужно... Он чуть-чуть отстаёт теперь. Это не его инициатива, как мы уже это обсуждали, не его инициатива сейчас в вопросах. И поэтому ему нужно то же самое. Ему нужно апеллировать к центристски настроенным избирателям. Ну вот я вообще считаю, что это неплохо, что после замены Байдена компания как бы обнулилась. Всё-таки американская президентская кампания длится слишком долго, полтора года. А три месяца это в самый раз. И вот за эти три месяца мы уже увидели несколько волн или, так сказать, скачков. Первое – это вступление в гонку Харрис. Второе – это выбор вице-президента. И третий – это съезд. Съезд обычно даёт баунс, да, ну, скачок, да, баунс, по-английски называется, ну, где-то в 2-3%. Вот мы его увидели. Теперь вопрос заключается в том, удастся ли Харрис удержаться на этой волне. Потому что на неё, конечно, сейчас в полную силу работает партийная машина. И эта машина верно рассчитала, что через неделю после съезда потребуется какой-то новый импульс. Вот с этим расчётом и запланировано было интервью на дворственном телеканале. Потому что Трамп обвинял Камеллу в том, что она не даёт интервью, а сам он даёт много. Но они как бы обесцениваются. Именно потому что их много и на таких второстепенных, часто второстепенным таким интервьюерам он даёт. Ну, я вас не знаю. Это такой вопрос. Он выступает в подкастах, он ходит ко всем. Он на самом деле Трамп... Он написал книгу, у него есть социальные сети. Сотни, да, постов своих. Более того, Роман, я вам скажу, у меня есть книга поэзии Трампа. Это, правда, поэзия в том смысле, что кто-то вытащил твиты его и организовал их как поэтические строки. У меня есть книга, которая называется «Поэзия Трампа». Человек переписал его? Ну, он организовал твиты, знаете, как Маяковский. Вот писал так, с рубленными строчками. Вот так у меня есть поэзия Трампа. И, в принципе, местами это впечатляет. Значит, сейчас вот опять будет всплеск после этого интервью. А потом следующий этап это дебаты 10 сентября, после которых, значит, неизвестно, в чью пользу будет всплеск. Но уже 6 сентября в некоторых штатах начинается голосование по почте, а 16-го ранее голосование личное. Да, личное. Уже можно прийти, будет, на участок. 1-го сентября, 16-го сентября, 20-го Вирджиния, Миннесота, Южная Дакота и так далее. Вот такой... Все, голосование начинается. Это уже финишная прямая. Но эти бюллетени, когда... Они будут посчитаны только 5-го ноября. То есть они просто собираются в каком-то одном месте и запечатаными лежат? Абсолютно. Володя вот говорит, что после съезда Харрис пошла в гору. Это правда. Но интересная вещь, что Трамп после съезда, который закончился прошлый четверг, то есть неделю назад, тоже пошел в гору. После съезда демократической партии. Демократической партии. Почему? У Харриса была хорошая объединяющая речь. У Харриса была хорошая объединяющая речь. А у Трампа, возможно, был Кеннеди. Может быть, Кеннеди, голоса пришли к нему. Может быть, он что-то правильное сказал. Может быть, он правильно критикует Харрис. Это, собственно, сейчас начался вот тот этап, когда уже кандидатам... В тот момент, когда Харрис приняла вот эту... Принесла номинационную речь, она демократическая... Как четыре года назад в дебатах Трамп что-то сказал Байдену, что, мол, ваша демократическая партия, она там вас заставит быть более левой, у вас там сплошные леваки. На него Байден посмотрел и сказал, я демократическая партия. И это в Америке, это буквально так. То есть, демократическая и республиканская партии, это коалиции, которые объединяются... Это большие коалиции разных групп избирателей, которые каждый крупный кандидат, каждый кандидат вот этой крупной партии объединяет под себя по-разному. То есть, грубо говоря, коалиция Обамы отличалась с коалицией Байдена. А коалиция Байдена... То есть, то, что люди, которые поддерживают сейчас Харрис, они отличаются от тех людей, от тех групп, которые поддерживали Байдена. А как сильно они отличаются? Вообще есть такие разбивки? Потому что мы говорим об общих результатах, но мы никогда не говорим про какие-то группы избирателей. А ведь группы, они тоже важны. Группы прогрессивных демократов не хотели голосовать за Байдена. Писали о том, что чернокожие избиратели не хотят больше голосовать за Байдена, хотя он всегда был главным их лидером. Я могу сказать так. Не то, что это... Мы не говорим о каких-то колоссальных группах, но это вот именно коалиции, которые собираются из маленьких ручейков. Я могу привести в пример. Вы говорите о том, что есть вот эти прогрессивские круги, которые очень пропалестинские, и они все время требовали от демократического кандидата, что поддержать больше палестинцев, иначе мы будем голосовать. Я сейчас вижу заявление какой-то одной из групп пропалестинских, которые говорят, что они недовольны, что они считают, что президент демократической администрации должна сделать больше, но они поддерживают Харрис. Это то, что неизбежно делает как бы вот эти удаленные группы избирателей, как бы консерваторы будут все равно поддерживать Трампа, потому что им все равно лучше поддержать Трампа, чем поддержать демократического кандидата. Ну да, мы недовольны позицией демократической партии, но улицы в Израиле переименовывали в честь Трампа, а не в честь Харрис. Да, именно так. И поэтому, скажем, вот эти очень левые, они все равно поддерживают, в конце концов, Харрис, или кто-то из них не пойдет на выборы. Может, кто-то из них проголосует за Трампа в знак протеста. Но этим можно пренебречь с точки зрения кандидата, собирающего каких-то больше людей в центре. С другой стороны, вот вы говорите, чем отличаются? Я вижу в каком-то опросе, я видел, что, например, в колеблющихся штатах белый рабочий класс, который больше поддерживал Байден, они сейчас, поддержка Харрис падает по сравнению с Байденом, потому что этот белый рабочий класс больше поддерживал Байдена и меньше будет поддерживать Харрис. Не хотят социального жилья. Нет, потому что Байден известно, что вот этот белый рабочий класс в колеблющихся штатах, например, в Пенсильвании, как бы такой ржавый пояс, мы с Володей как-то обсуждали, что вот эти бывшие индустриальные районы, которые пришли в некоторое запустение, там довольно сильный белый рабочий класс, который традиционно рабочий класс поддерживал демократов, но Трамп победил, потому что он стал выразительным их интересом. Они пошли, и Байден вернул, они хотят какой-то, они потеряли много на глобализации, Трамп обещал протекционистскую политику, при всех как бы странностях Трампа как кандидата, он обещает вполне ясную политику для многих групп, которые могут и может не нравиться Трамп как кандидат, но они в конце концов голосуют за него. Белый рабочий класс, который хочет протекционистской политики. Байден переманил их обратно, Харрис может их потерять, они поддержат, если обратно пойдут к Трампу. Харрис очень рискует в Пенсильвании, очень рискует в Мичигане, и если она там чуть-чуть потеряет, она может провалить выборы. Сейчас Харрис, в свою очередь, точнее, это будет чуть-чуть странная история, Аксиос написала статью о том, что оказывается Харрис теперь поддерживает строительство стены. Строительство стены на границе с Мексикой это самая знаменитая вещь Трампа в 2016 году. Мы заставим Мексику, мы построим стену, неважно, и теперь Аксиос пишет, что на самом деле Харрис не против стены. Выясняется, что Харрис на самом деле просто поддерживает вот этот двухпартийный законопроект об усилении безопасности на границе, который в частности... Но это не сама Харрис сказала, это не ссылка на свои источники... Ну, это компания Харрис сказала, кто-то из компаний Харрис сказал. Речь идет о том, что Харрис пытается изо всех сил сказать, ребята, ребята, мы победим вот эту нелегальную миграцию на границе. И это то, что главная критика со стороны республиканцев. И республиканцы немедленно говорят, нет, вспомните, она никогда не хотела эту стену, и сейчас, конечно, это полная ложь и ерунда, она, ничего такого не будет. В обратную сторону. кандидат вице-президента при Трампе Вэнс, он говорит, что Трамп, в интервью говорит, Трамп никогда не поддержит общенациональный запрет на аборты, и если Конгресс примет такой закон, наложит вето на него. Значит, консерваторы, которые голосуют за Трампа, которые не очень религиозные, религиозные консерваторы, они голосуют за него, потому что он как бы обеспечивает вот эту борьбу с абортами, как бы запрещает аборты, потому что, с их точки зрения, аборты — это убийство детей. Они страшно недовольны, но в конце концов они все равно проголосуют за него. Им просто больше не за кого голосовать. Да, но центристы, которые беспокоены, они вот выбирают сейчас так. Харрис вроде мне нравится, но она плоха на границе. Для них Харрис говорит, ребята, с границей справимся. Они говорят, окей, тогда вот аборты, она, в принципе, Харрис хороша, но вот мы, может быть, за Трампа бы проголосовали, но Трамп про аборты. Тогда им Венс говорит, не-не-не, ребята, мы не будем запрещать полностью аборты. Это вот каждый штат будет решать, там, каждая комьюнити, каждая община будет решать сама. И это такая, это буквально борьба вот за этого центрального колеблющегося избирателя. Это стандартная вещь. Всегда в начале на праймерис кандидаты борются за голоса как бы всей своей партии, они таких на более крайних позициях. Как только они становятся кандидатами своих партий, партия уже как бы за них, они сдвигаются в центр и пытаются выиграть центристских неприсоединившихся избирателей. Володя. Ну, я, во-первых, добавлю, что в двух фронтовых этих колеблющихся штатах в Аризоне и Неваде вместе с выборами будут референдумы о запрете абортов. И опросы показывают, что в Аризоне 73%, в Неваде 75% избирателей против запретов. Причем и в Аризоне и в Неваде и в Аризоне и в Аризоне половина республиканцев, а в Неваде 54% республиканцев против запретов. Вот. Поэтому, конечно, тут приходится маневрировать, лавировать. Трамп тоже сказал в своем интервью, что его администрация будет great для женщин и их репродуктивных прав. не стал распространяться в чем именно. Но, во всяком случае, сейчас, мне кажется, для обоих кандидатов и особенно для Камелы Харрис наступает момент истины. Ну, в большей степени для Камелы, конечно, потому что Трампа мы знаем как об Оприного, а вот ей пора уже говорить о своих планах не лозунгами, а подробно. Не только, что, ну и как она собирается делать. Ну, понятно, что программа для Харрис версталась на живую нитку, в ней могут быть нестыковки и проблемы, не проблемы, пробелы. И можно предполагать, что Харрис может запутаться в деталях, особенно на дебатах. Но, во всяком случае, ей нужно, обязательно нужно это делать. Конечно, сидят большие, опять же, команды, они все это просчитывают и объясняют. Они посчитали, что налоговый план Трампа сейчас выглядит гораздо более затратным, чем план Харрис. У Трампа это почти 6 триллионов на 10 лет, а у Харрис всего триллион двести миллиардов. Владимир, а нужно ли на самом деле что-то говорить? Может быть, ее стратегия, когда она уходит от того, чтобы с кем-то разговаривать, самое выгодное, потому что, как вы справедливо говорите, мы хорошо знаем Трампа, мы знаем о нем все, и он говорит и часто закапывает сам в себя, а Харрис может смотреть, ее никто не знает, у нее меньше антирейтинг. Да, конечно, и может быть из этих соображений Камала и хочет не отключать микрофон, что рассчитывает на то, что действительно какую-то кухонную свару опять затеет Трамп и наговорит много лишнего, что она там женщина, что она не то афроамериканка, не то индианка, вот и так далее, и это и тем самым сам себя погубит. Но с другой стороны да, она да, она вот уклоняется, да, вот сегодня она сядет один на один с Дэной Бэш, да, с CNN, с которой она сделала много интервью, вот, и она должна будет говорить все-таки дело, это не предвыборный митинг, где нужно выкрикивать слоганы, а это разговор по существу, я надеюсь, что это будет разговор по существу, вот, и этот разговор давно назрел, потому что... Володя, можно я тут добавлю, поправлю, она не на один-на-один, не один-на-один она сядет на интервью, она зачем-то взяла с собой Тиму Волзе, не знаю, зачем. Да, я забыл, да. И это, конечно, такая, это, это подвергнет, это просто подставляться под дополнительную критику, мол, типа, она избегает на интервью один-на-один, я не знаю, зачем это делается, они прекрасно понимают, как это читается, в смысле, избирательная компания Харрис, она прекрасно понимает, что это, к чему это приведет. Я даже сторонник вот этой щадящей версии, почему Харрис молчала все это вот по существу, она, мне представляется, не потому, что она боялась прессы, а потому, что у нее программа не очень готова, а ей нужно придумать, как бы, ей нужно придумать довольно специфические позиции, которые, как мы обсуждали в прошлый раз, они будут отличаться от администрации Байдена, но при этом они в духе, как бы, с которыми она может пойти и победить Трампа, по существу. Ее речь показывает, что она, в принципе, нашла правильную тональность. Очень многие за пределами республиканца эту речь хвалили, речь, с которой она выступала в заключении музыкальной паузы. Я думаю, что, если судить по этой речи, Харрис нашла тональность, в которой она будет выступать. Она позитивная против Трампа, который негативный, который все время говорит, у нас страну демократы развалили, у нас все плохо, и это, Харрис говорит, проблемы есть, но мы великая страна, и это привилегии быть американцами, это патриотизм, который на глазах переизобретают демократы. Они были такие, как бы, они раньше очень ругали страну, а теперь как-то получается так, что они ее хвалят, и это, ну, видимо, это хороший предвыборный ход. Она ничего в речи про экономику такого, помните, мы обсуждали, что вот это вот не очень понятное, но скорее левая идея регулирования цен на какие-то продукты, там ничего не сказано было. В этом смысле Харрис просто брала паузу подготовиться к тому, чтобы быть на открытую, на открытой противостоянии с меди, с журналистами, с Трампом, с кем угодно. Отвечая на вопрос, почему она не пытается дотянуть два месяца вот в таком молчащем режиме, я думаю, ответ правильный такой, если бы она думала, что она выигрывает, то она бы могла и попытаться. Но, если присмотреться к опросам, даже при том, что Харрис в общенациональных опросах чуть-чуть впереди, я читал статью, где люди из как бы демократического эстеблишмента говорят, что по внутренним опросам, партии все проводят все время внутренние опросы, по внутренним опросам ситуация не такая хорошая, как кажется, когда смотришь на все эти опросы снаружи, все помнят, что дважды какие бы, что дважды Трамп выступал лучше, чем эти опросы, то есть все всегда надеются, что на этот раз уже Трампа разгромят, но на самом деле я не думаю, что кто-то считает, что Трамп проигрывает, и поэтому это вот на самом деле правильно было бы начать этот подкаст с вопроса, проигрывает ли Трамп, ответ нет, не проигрывает, Трамп в разных агрегаторах это по-разному, но он всюду где-то рядом, и если хотя бы чуть-чуть он повторит свое чудо, он опять выиграет. Да, преимущество 1-2-3 процента, а то и доли процента, и я вот просчитал 7 вариантов ее победы, 7 сценариев, некоторые говорят, что их 9, но это теоретически, а я говорю реалистически, и во всех этих сценариях, кроме одного, Камала выигрывает с преимуществом в 1-2, максимум трех выборщиков. Так что перед ней задача стоит по-прежнему очень трудная. Давайте на этом мы завершим. Я напомню, что мы, это Валентин Барышников, Анастасия Тищенко, Роман Могучий и Владимир Абаринов, и вы слушали подкаст о выборах США 16.00 Пенсильвания Абиньо.